Друзья, привет! Продолжаем разбирать запасы косметики. Никогда такого не было, чтобы какой-то из коробов был настолько пустой. Это просто шок-контент. Здесь у меня всё для волос. Ну, собственно, понятно, почему так мало продуктов. Я использую сейчас всё, что направлено на восстановление, против выпадения. И, в общем, у меня стоит шампунь от Дюкре для ослабленных волос. Маска из шампуня ДСД Делюкс. И одна маска просто такая увлажняющая. Вот, поэтому обычные шампуни я практически не покупаю. Редко, не знаю, в какую-нибудь поездку или когда хочу 2-3 дня сделать перерыв. Тогда их использую. Вот стоит гарниер, который как раз, там, не 5, я попользовалась им. Обычный нормальный шампунь. Бальзам-ополаскиватель от оси. Ну, тоже как бы с той же целью, чтобы чередовать. Маска-минутка отдав. Масло для волос из подружки. Не знаю, дойдёт ли до него дело. Спрей для эффекта пляжных локонов. Но так как у меня... Вот, здесь остался карандаша. Так как у меня кудры, я люблю, чтобы они были более структурированные. Маска для использования перед шампунем. Но это мне попалось косметички. Тоже из косметички вот такая маска. Шампунь я, видимо, выбрала в поездку. Это маска с большим количеством крутых отзывов. Но в противовес идут отзывы о том, что она очень сильно сушит кожу головы. У кого-то были аллергические реакции, ожоги. Поэтому я не рискую, честно говоря. Я и так лечу свою голову. Так что не будем рисковать. И два шампуня Батис сухих. Иногда их использую для объема. Тоже я как бы ими боюсь переборщить. Они не очень хорошо влияют на кожу головы. Поэтому стоят в запасе. Маленький и большой. Может пригодятся. Собственно, это все, что у меня есть. Вот такая ситуация. Поэтому коробочка практически пустая. Здесь у меня лежит все для тела. Тут уже повеселее. Вообще гель для душа у меня супер быстро расходуется. Мочалка любимая Катулс. Постоянно их заказываю на Эхербе. Считаю, что они лучшие. Они не разваливаются после пяти применений. Не превращаются в какую-то непонятную штучку. Короче, они просто очень нравятся. Я беру и помягче, и пожестче. Здесь стоит жидкое мыло Камэй. Гранат коллаген. В подружке сегодня видела такие маленькие гели для душа. Серум Боди Нейчер. Это из Литуаля, по-моему. Да, их эксклюзивный бренд. Блюбрия. Глубика и Асай. Также здесь есть классный продукт. Это успокаивающая состдымка от Урияж. Которая высыхает буквально за 60 секунд. Обожаю такие быстрые продукты. Потому что мне всё время лень мазать тело. А вроде как увлажнять надо. Особенно сейчас. Вот эта унылая погода. Плюс 9 градусов за окном. Конечно, это грустно. И причём её можно и на лицо, и на тело, и на что угодно. Я думаю, что это должно напоминать дымку, которая с SPF. Которую я очень люблю. Для лица. Пока не тестила. Но заведомо уже предполагаю, что это будет супер. Обожаю гель для душа Таити. Их нет в подружке. Я их встречаю на зоне на Валдберрисе. Или же в Магнит Косметик. Они часто бывают там по акции. Вот как раз появился новый аромат. Очень приятный. Скраб для тела. С кокосовым маслом и рисом. Тоже от этого бренда. Так, сейчас скажу вам, где его. Где же его? Made in Spain. Ну, конечно. Это всегда приятно. Также от этого бренда масло для тела. С гранатом и драгонфрут. Смотрите, у меня тут просто прям везде он есть. Хотя, блин, такой фрукт чудной. Он красивый, абсолютно безвкусный, без запаха. Странно, когда типа отдушка петахая. Блин, она ничего не пахнет по факту. У меня ассоциируется этот фрукт с Израилем. Потому что я там впервые его попробовала. Первый раз, когда мне было 18 лет. Что-то хотела еще сказать. А, и в ванной комнате у меня стоит сорбет этого бренда. Очень приятно. Тоже быстро впитывается, естественно. Потрясающий испанский гель для душа. Тюльпан негро. И, господи, второй. Парам-пам-пам. Забыла, я все показывала. С дыней, с клубникой. Аграду. Аграда. Я их заказываю тоже или на Озоне, или на Вайлдберрис. И также их видела в сеть магазинов. Господи, типа фикс-прайс. Ой, память вообще, конечно. Как всегда меня подводят. Хоум-маркет. Так, по-моему, называется. Такие у них, по-моему, зелено-желтые вывески. Там тоже эти гели-аграда появились. И нормальная цена. Короче говоря, меня удивляет, что за такой большой объем, а здесь 720 миллилитров, они просят там 250 рублей. От душки шикарные, качество шикарное, ничего не сушат. Это у меня аромат сладкой ваты. Ой, пахнет вот как будто жвачка и сладкая вата. Но вроде как вот так из-за флакончика не очень навязчиво. Класс. Ну, реально, я раньше не любила такие объемы. И эта нелюбовь у меня началась как раз, пока я жила в Израиле. Там никогда не было в продаже, может, сейчас что-то поменялось. Никогда не было в продаже гелей. Ну, вот как у нас там 200-250 миллилитров. Всегда были эти боди. И мне так это надоедало. А сейчас как-то, не знаю, мне так быстро расходуется, что мне это, в принципе, не парит. Далее. Ой, здесь какой-то подарочный наборчик лежит. Это я покупала в подарок, так и не подарила этому человеку. А именно соседу. Маленький гель для душа, натуралиум. Хорошие гели. Тоже, по-моему, на маркетплейсах представлен этот бренд. Мне раньше все время попадались они в глэмбэгах. Что у нас здесь? Соль для ванны. Блин, от натуры Сибирики это так грустно. Наверное, уже многие знают, что они закрывают или уже закрыли свое производство. И я так понимаю, что все. Ни бренда, ни Organic Kitchen, ни натуры Сибирика и всего того, что они продавали, больше не будет. И сейчас, ну, можно вот сделать заказы опять-таки на тех же маркетплейсах товаров, которые вам нравились. Я уже в сторис видела, народ закупается базами от Лены Богданович, масками от Сергея Острикова. Ну, все, что было такое легендарное и классное. Наверное, тоже надо что-то прикупить, что я там любила. Ну, в общем, короче, очень грустно. Я любила заходить в этот магаз, что-то новенькое приобретать. Бодишоп, крем. Это даже йогурт с грушей. Блин, он на самом деле мне так давно стыд. Я чуть-чуть все берегу. Надеюсь, что он у меня еще жив-здоров. Ну, короче, надо явно его поставить и использовать. Очень люблю скрабы для тела от Eolab. Честно говоря, я сейчас не обращала внимания, в подружке они представлены или вот этот их ребрендинг произошел. Но, я не знаю, банок 20 у меня за все время точно было идеальное соотношение цены и качества. Солнцезащитный крем тоже попадался в косметичке, но до него дела не дошло. Было много разных в запасах. Я брала с собой от PAYO и от RIAG в поездке. Ну, тут срок годности нормально, успеем. Зубная паста корейская, тоже из подружки. Новые ароматы гелей от Leptimers Ilye покупала магнит-косметик. Это у нас апельсин-грейпфрут. Мне кажется, раньше такого не было. Могу ошибаться. И мой любимый аромат, боже, какой он классный. Пион и малина. Для меня почему-то пахнет метеоритами, фиалками, всем таким. Что странно. Крем для депиляции лица. Пока не пробовала. Всякие, люблю эти похудательные, разогревающие кремики на ляжке мазать. Помогает? Естественно, нет. Ну, так, для успокоения души. Это у меня носочки. Господи, очень раньше были популярны. От Avon, от Reflame. Носочки и перчатки. Машь крем, одеваешь и увлажняет. Вот эти очень хорошие испанские гели. Их мама любит. Вот остался у нас с персиком, с грибфрутом. Очень классный. От Balea. Заказываю тоже на зоне на Wildberries. Кокос ирис остался. Было многое заказывало. От Taity. Еще один с Tiare. Какое-то молочко от чистой линии завалялось. Тоже из косметички. Я не сама покупала. Это была серия такая корректирующая антицеллюлитная от PAYO. Осталась сыворотка и спрей для ног. Я им пользовалась, потом что-то отставила. Вообще не люблю продукты для ног. Как-то так сложилось. И пена для ванны лимонадная. Сейчас у меня стоит Bubble Gum. Ну, это классика. Ну, как без пены от Avon? Скажите мне. Вот, собственно, и все запайщики. Очень скромные, я считаю. Как посмотришь у некоторых. Я бы назвала хомячков. У некоторых по 100 гели для душа в коллекции. А у меня тут раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь. И одна малышка. Вроде так. Короче, очень скромно, друзья. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Продолжение следует...